Черный список строителей. Мэрия Ярославля собирается составить перечень недобросовестных застройщиков. Опубликовать его планируют уже в начале февраля. Впрочем, некоторые компании, срывающие сроки строительства, озвучивают уже сейчас. ВСК «Квартал» и «Ярстрой» не ввел, и Ярославская финансовая строительная компания, АВБ+, те дома, которые планировались к вводу частично, и не были введены разрешения строительства, которые мы постоянно продлеваем, но уже печать не где ставят. В очередной раз обещали сдать в прошлом году, но не сдали. Название вышеперечисленных компаний печально известно Ярославцам по 12 микрорайону Брагина. Больше тысячи дольщиков, которые год не могут дождаться своих квартир. При этом город за свои деньги проложил все необходимые сети. Дорога, соединяющая Тутаевское шоссе и улицу Бабича, делается. Поведение застройщиков в мэрии просто не понимают. Дольщиков деньги собраны, банки кредитуют, и тем не менее, дома не вводятся. Причем всегда какие-то причины. Каждый застройщик должен за два месяца, если срывается срок строительства, предупреждать всех дольщиков. Не просто предупреждать, а подписывать дополнительные соглашения. И дольщик правит подписать или нет. И дальше вставлять штатные санкции за срыв сроки строительства. Ну вот люди как-то вообще ничего не боятся. В начале февраля мэрии обещают опубликовать список нерадивых застройщиков, которые срывают сроки строительства. Глобальный выход из ситуации – разрешить продажу квартир только после ввода дома в эксплуатацию. Пока такого закона в стране нет, приходится опираться на принятый в декабре закон Ярославской области о возможности выделения тем, кто берется за достройку проблемного дома, земельных участков в качестве компенсации своих затрат. Сейчас эта схема реализуется в доме по улице 8 марта. Накануне гендиректор прежнего горе-застройщика компании РСУ подписал необходимые документы, по которым новым застройщиком становится фирма «Ярославль-заказчик». Она будет достраивать проблемный объект. Как только РСАЗаказчик фактически станет застройщиком, восстановим ограждение площадки, весь мусор выгребим, с дома, с площадки, строительный городок поставим, ну и будем готовиться, собственно говоря, к строительным работам. В прошлом году было введено в строй 210 тысяч квадратных метров жилья. Меньше, чем хотелось бы. Правда, 4 дома были сданы раньше срока. В этом году планируется выйти на показатель в 240 тысяч квадратов. Хотя в заделии больше 300 тысяч, выдано разрешение на строительство почти на 320 тысяч метров квадратных. Если мы проблему обманутых дочек в 12 микроорганизме разрешим, да, и сдадим, ну, что называется, больше не меньше. Будет хорошо. Но дуть ли цифры надувать, подгоняя под ответ, под отчет, я этой профанацией заниматься не буду.